всем привет друзья вы на канале sky top games и это гайд по обновлению 6 кровь а именно связанная с новой системой диет давайте сначала немножко как говорится воды ну а потом если что ты можешь промотать где я все покажу примерно как это работает короче говоря погнали собственно что такое новые диеты диеты которые позволяют нам взаимодействовать с органами трупов да теперь каждый орган дает нам определенный нутриент независимо вида тела гниют со временем разлагаются гнилые туши выглядят по-другому у них много жужжащих мух и свой значок с запахом о компасе в конце концов трупы распадаются на кости которые могут быть съедены некоторыми видами пока что это да и на дух плоть трупов по-прежнему дает нам предпочтительное питательное вещество которое было назначено виду за которого вы играете у нас есть новая переработанная диета и мы можем решить на какую добычу охотиться в зависимости какие бонусы мы хотим допустим у нас есть все три разных типа питательных веществ мы получаем хороший прирост скорости роста и таким образом мы можем смешать нутриенты двумя нутриентами белка либо углевода и тогда у нас будет иной баф который нам даст лучше ночное зрение восстановление хп выносливости и так далее это сделано все для стиля вашей игры также немножко для понимания ваши динозавры теперь могут страдать от болезней таких как обезвоживание если вы начнете есть гниль вы будете страдать недоеданием и бесплодием без хороших и нужных вам нутриентов также я предоставлю полностью в этом ролике все таблицы которые нужны для поддержания хороших диет я специально связался с кугой американским ютубером и он мне разрешил эти таблички прикрепить на ролик а также в нашем дискорде и группе вконтакте в общем теперь давайте вкратце покажу для понимания как это все работает а ты поминай и обязательно поставь пальчик вверх и подпишись на канал погнали собственно также сразу хочется сказать что про трэш механику я рассказывал в предыдущем гайде так что ссылочка будет в описании там все популярно я рассказал и объяснил как это работает погнали и так во первых давайте сейчас я распотрошу этот труп чтобы показать вам все органы а далее мы посмотрим какие нутриенты они нам дают что мы видим не полностью сгнивший труп ютой и мы полностью можем набить себе два нужных пустых нутриента с углеводами можно я так их назову либо мы можем питаться отдельными органами а дальше добить наши нутриенты нужным то что у нас идет по статистике но сейчас я наверное перейду к органам и взглянем на таблицу собственно мы имеем кишечник два легких сердце и желудок желудок нам даст те нутриенты которые были в желудке нашей жертвы давайте приступим итак первое сердце обращаем внимание на клеточку нутриентов итак далее желудок мы сможем посмотреть что в принципе если были какие-то нутриенты у данного экспоната то они нам добавятся автоматически но я вижу здесь только белок что же отлично переходим к кишечнику ну что же легкие и кстати говоря хотелось бы сразу заметить обратите внимание на три нутриента то есть если один из них стал подсвечиваться белым то есть нутриент работает а значит ваши бафы также начинают полностью работать ну что же давайте доедем последнее легкое я надеюсь что наш труп пока еще не полностью сгнил да вроде бы он нормальный ну что же мы можем добить нутриент углевод погнали итак мы активировали два нутриента которые теперь будут влиять на рост и прочую статистику кстати говоря вот вам таблица тех самых нутриентов она будет в нашей группе вконтакте и в нашем дискорде где вы с легкостью сможете ее спокойно скачать запоминайте таблицу органов индикаторы разложения трупов на вашем компасе запоминайте ну а теперь как и говорил ранее давайте покажу то если вы съедите гнилой труп что будет с вашей статистикой да вы с легкостью съедите этот труп ну что ж а теперь взглянем на статистику и так как мы видим у нас пищевое отравление и обезвоживание организма которое конечно же просто так вас не отпустит обязательно ваш динозавр проблюется ну а дальше вы будете терять хп и воду как и говорил ранее нужные нутриенты мы можем себе набить одинаково и это также нам даст отдельный баф давайте рассмотрим на примере ютараптора как мы видим у нас появился еще один идентичный нутриент и нам обязательно нужно его дополнить до свечения запомните если нутриент подсвечен то он начинает работать он дает вам нужные вам бафы также в игре появился индикатор который предупреждает вас о переедании обратите внимание на желудок он будет подсвечиваться красным цветом то есть в этот момент вам нужно остановиться есть обратите внимание на статус дает определенное количество бафов опять же смотрим по таблице ах да совсем забыл сказать то же самое работает и на травоядных давайте посмотрим на примере стегозавра ну что ж надеюсь данный гайд вам будет очень полезен если у вас будут какие то вопросы обязательно не стесняйся писать комментарии под данным роликом также обязательно подписывайся на канал вступай в наш дискорд группу вконтакте и ставь колокольчик чтобы не пропускать наши новые стримы видео и прохождение по за айл эврима до встречи всем хорошего выживания